Прошло секунд 12 или 13 и взорвалась еще одна бомба дальше по улице. Я был имамом в мечети, куда ходил Царнаев. По шариату, например, за гомосексуальность грозит тебе смертная казнь. Твоя религия против тебя. Мне позволено иметь столько жен, сколько разрешит моя жена. А посмотрите, как выросло число женских обрезаний за последние годы. На самом деле все прозаично, а мы познакомились в Тиндере. Они специально ехали 8 часов в Техас, чтобы убить нас. Аллах милостив. Он самый-самый-самый милостив. Всем привет! Это Бостон. Здесь находится крупнейшая мечеть на северо-востоке США. В ней расквартирован исламский культурный центр. Мечеть — это новодел, как и большинство подобных религиозных сооружений в Америке. Дело в том, что массовый приток мусульман в США — явление очень молодое. Приток этот начался в 90-е годы. И сегодня три четверти американских мусульман — это иммигранты либо в первом поколении, либо во втором. То есть или приехали сюда сами, или их привезли родители. И здесь возникает вопрос. Учитывая, что многие из них беженцы и бежали сюда за западной свободой, готовы ли они эту свободу воспринять? Не возникает ли внутреннего конфликта с западными культурными ценностями, как это происходило или происходит, к сожалению, во Франции? Все помним убийство в редакции Шарли Эбдо, все помним отрезанную голову учителя. Шарли! Не пасон! Шарли! Не пасон! Ура! Мы ни в коем случае не хотим ничего специально обострять или что-то нагнетать. Сразу говорю, мы против исламофобии, как и против любой другой фобии. Но когда почти одновременно, ну что такое 20-30 лет в широком историческом контексте, когда почти одновременно такое количество людей из стран ислама приезжают в Америку, способна ли Америка их принять, ассимилировать, интегрировать, поглотить, как в свое время поглотила выходцев из Китая, России, Ирландии, Италии? Или же может произойти ровно наоборот? Это не Америка поглотит мусульман, а мусульмане поглотят Америку. Что это такое исламизация по-американски? Это место теракта на бостонском марафоне. Вот там финишная черта, напротив публичной библиотека. В тот день, 15 апреля 2013 года, здесь было очень много зрителей. Они находились на тротуарах, спортсмены бежали по проезжей части. Первый взрыв прогремел вот здесь. Через 12 секунд сработало второе самодельное взрывное устройство. Погибли три человека, пострадали почти 300. Через четыре дня старший брат Таберлан погиб при задержании. Младший Джохар был ранен. Его судили, приговорили к смертной казни. Но в прошлом году апелляционный суд высшую меру отменил. Будет новый процесс. Я бежал по левой стороне улицы. Был прекрасный день. Я вот-вот финишировал в своем первом марафоне. Люди нас приветствовали, давали пять. Буквально все. Мне особенно трудно дался заключительный отрезок с 20 по 26 милю. Но когда я увидел финишную черту, во мне откуда-то взялись силы. И я даже решил обогнать соперника постарше. А потом вдруг все это произошло. Знаете, я помню, как внезапно в меня ударила тепловая волна. Я ощутил что-то вроде контузии, и меня отбросило в сторону. Я пришел в себя напротив центральной трибуны. Кто-то бежал мне на помощь. Я не мог поверить в происходящее. Я увидел разрушенные фасады зданий. Моя семья находилась дальше, по дистанции. Там было много болельщиков. И я очень испугался за них после всего увиденного. Судя по разрушениям, они могли тоже пострадать. А потом прошло секунд 12 или 13, и взорвалась еще одна бомба. Дальше по улице. Вот, кстати, финишная черта бостонского марафона. Вот желтым выделен. По иронии судьбы, я не помню, как пересек финишную линию. Но я оказался за ней, когда до меня окончательно дошло. Что же случилось? Тебя тяжело ранило? В меня попала шрапнель. Я посмотрел вниз и понял, что смотрю сквозь ногу. В стопе образовалось отверстие. Я ничего не слышал левым ухом. Но в тот момент меня больше беспокоило, не будет ли третьего взрыва. Ведь там же на улице были мои дети. Сколько у тебя детей? Две дочери. Я за них очень волновался. Братья Царнаевы жили в Кембридже. Это небольшой городок, примастившийся к Бостону. В 2019 году мэром Кембриджа впервые в истории штата Массачусетс стала мусульманка. На тот момент 31-летняя Сумбуль Сидики. Я училась вместе с Царнаевым в старших классах школы. Так что немного знала его лично. Конечно, это ужасная ситуация. Я думаю, что здесь, в Кембридже, есть много мнений на этот счет. Реакция была очень эмоциональная. Учителя, которые преподавали у Царнаева, восприняли это очень тяжело. Переживали за тех, кто пострадал в теракте. Конечно, было общее изумление, как эти ребята, члены нашего тесного сообщества, могли совершить подобное. Очень сложная ситуация. И люди до сих пор говорят о случившемся. Спустя столько лет. До сих пор чувствуются последствия произошедшего. Я не знал, что вы учились в школе с Царнаевым, с каким из них. И как он себя вел, каково ваше впечатление о нем. И как вы полагаете, что с ним произошло, что его переключило, почему он стал террористом. Все, что я помню о Тамерлане Царнаеве, он был тихоней. Это, по большому счету, все, что я о нем помню. Я, конечно, знаю лично людей, которые более близко с ним общались. Все были в шоке. Понимаете, это огромная школа. 400 человек выпустилось из моей параллели. Сложно уследить за всеми. Люди изолируются, занимаются чем-то своим. Не знаю, что подтолкнуло его совершить теракт, равно как и его брата. Но все были удивлены. Никто подобного не ожидал. Вот Сумбуль Сидики и Тамерлан Царнаев. Оба мусульмане, но это два разных полюса. Хотя и учились вместе. Царнаев часто ходил в эту мечеть. Означает ли это, что именно там он набрался экстремистских идей? Да, вовсе нет, утверждают в Бостонском исламском культурном центре. Я был имамом в мечети, куда ходил Царнаев. Помню один случай перед днем благодарения. Он громко возмущался после моей проповеди. Я говорил, что мусульмане должны принимать этот праздник и выказывать в этот день свою благодарность Всевышнему. Мы должны использовать любую возможность, чтобы вознести хвалу Создателю. Но Царнаеву это не понравилось. Мне даже пришлось провести с ней приватную беседу на этот счет. Я думаю, он ошибочно полагал, что нельзя отмечать на мусульманские праздники. Но это не так. Мы празднуем День Независимости, День Труда. Это все не религиозные праздники, как и День Благодарения. Но я использую службы в эти дни, как возможность собраться вместе, накормить нуждающихся и воздать хвалу Аллаху. После нашей с ним беседы Царнаев вроде бы успокоился, вроде бы понял, что его реакция была неадекватной. Если ты мусульманин, у тебя есть обязанность снести добро окружающим. И в этом и заключается способ интегрироваться в общество. Нет никакого подчинения себе, когда ты являешься частью общества. Если ты американский мусульманин, ты не расходуешь себя на экспансию. Ты уже находишься на своем месте и стремишься сделать это место максимально комфортным для себя и, по возможности, для других. Это Хамтрамк, небольшой городок в штате Мичиган по соседству с Большим Детройтом. Исторически это вотчина выходцев из Польши, но лет 20 назад тут прочно обосновались мусульмане. И сегодня Хамтрамк называют исламской столицей Америки. Тут самая большая плотность мусульманского населения. Вон даже надписи кругом на арабском и на улице тебя быстрее поймут, если ты поприветствуешь кого-то салям, а не хай. Вот нам кто-то даже шлет приветы. Когда мы переехали сюда 21 год назад, мы даже ничего не слышали про местных мусульман. Я стал выяснять, откуда они здесь. К примеру, йеменцы жили в Хамтрамке еще с 50-х годов. Из Бангладеш сюда стали приезжать примерно в 70-е или около того. И вот сегодня общее население города 22 тысячи человек. И большинство этих людей мусульмане. Итого ислам здесь исповедуют по меньшей мере 70% жителей. Подавляющее большинство. Сам я из Бангладеш, мягко говоря, не самой богатой страны. Америка представлялась мне сказочной страной, такой, как она выглядела в сериалах типа «Даллас». Настоящим раем с красивыми домами. А вы не пожалели? Не пожалели, что приехали в Америку? Поначалу было трудно тут прижиться. В старших классах я был единственным из Бангладеш. Большинство поляки и албанцы были арабы, в основном из Йемена, немного из Сирии и Палестины, но я со всеми подружился. А когда у тебя есть друзья, ты сразу ощущаешь себя на своем месте. Я принял ислам в 19 лет. Мне не нравилось, что у мормонов, а я родился и вырос в штате Юта, где это господствующая религия, черные считались проклятыми людьми. А в исламе нет такой установки. Как и нет утверждения, что белые – это прокляты. Просто ислам признает черных такими же значимыми людьми. Мне это понравилось, потому что это шло вразрез с установками мормонов. А что значит быть мусульманином в Юте? О, чувак, мне приходилось исповедовать ислам тайно. Если бы в Мормонском университете, где я учился, узнали бы, что я мусульманин, меня бы вышвырнули оттуда. А что тебе сказали родители, когда узнали, что ты обратился в ислам? Мама просто перестала со мной разговаривать. Она не разговаривает со мной уже 10 лет, но я пишу ей письма. Она не против ислама, она против моего непослушания. Моя мама очень строгая, она очень интересная личность и очень умна. Мама – американский дипломат и добилась больших успехов. Мое детство прошло в 8 разных странах, где она работала. Мексика, Америка, Канада, Тайвань, Китай, Россия, Узбекистан, Израиль. Самые бурные юношеские годы пришлись на Узбекистан. Есть, конечно, в Америке иммигранты из всех стран. И так, процент шиитов и суннита в Америке, наверное, хорошо возражает. Возражает Министер Рефлакт. Вы вообще понимаете, какой Мартин прекрасный русский язык? И, видимо, не только русский, английский. Я думаю, что Мартин владеет еще многими языками. В Хантрамке сейчас вовсю разгорается конфликт, который при желании можно назвать межцивилизационным. Вот магазин по продаже марихуаны. Официально каннабис в штате Мичиган разрешен. Но местная исламская община не хочет, чтобы здесь торговали травой. И в городском совете не знают, как поступить. С одной стороны, компания по продаже марихуаны не нарушает никаких американских законов. А с другой, ну не стоит игнорировать мнение мусульманского большинства. Из-за того, что в Хантрамке большинство мусульманий, здесь это видится как противостояние на религиозной почве. Но это не так. К примеру, консервативные католики тоже против легализации марихуаны. Но в их случае пресса так не цепляется за религиозную составляющую. Для нас же все в итоге сводится к обычной проблеме. Как убедить консерваторов? Важно понимать, что в каждом сообществе всегда найдутся те, кто против легализации каннабиса. Даю вам гарантию, что во всех уголках США, где мы открывали магазин, кто-то обязательно был расстроен этим фактом. Нельзя сказать, что все мусульмане против магазина каннабиса. Но так получилось, что большинство выступающих против марихуаны именно мусульмане. И они не то, чтобы против марихуаны как таковой. Они просто не хотят, чтобы ее продавали в хамтрамке. Я, конечно, не имам, но с точки зрения ислама, все, что вредит нашему телу, это харам, то есть запрещено. И это касается не только марихуаны, но и алкоголя, и сигарет. А ты что думаешь обо всех этих страстях по поводу магазина каннабисы? Я думаю, мусульмане просто пытаются предстать влиятельной группой. Лично мое мнение, пускай продают. Тебе и бухло нравится? Ну, я не особо большой любитель бухла, но иногда выпиваю. Мой любимый напиток – коктейль из Гиннесса с добавлением хеннесси, арахиса, сливок, сахара и сгущенки. Ты нарушаешь Коран, получается? Нет. Ну, окей, смотри, Аллах милостив. Он самый, самый, самый милостив. Должен ли ребенок бояться сказать тебе правду из-за страха наказания? Нет, я хочу, чтобы ребенок был со мной честным, я его не накажу. Во, умно, вот так же и Аллах, только он милосерднее тебя. Мусульмане нас ассимилируют, они уже это делают, судя по всему, что мы видели после терактов 11 сентября. С тех пор мы стали сдаваться перед исламским экстремизмом. Такой либеральный вуз, как Гарвард, ввел раздельное посещение бассейна мужчинами и женщинами, чтобы угодить мусульманам. Для других конфессий они этого не делали. Например, для ортодоксальных евреев, которые тоже чтят благопристойность. Они тоже хотят раздельного посещения, но могут делать это только в своих частных бассейнах. Они не пытаются распространить это на всех. А вот мусульмане в Гарварде распространили свои нормы на остальных. И это происходит не только в Гарварде, но и в штате Мичиган. Это происходит повсюду. Мы должны им все время угождать. Подавать халяльную еду в тюрьмах и школах. В некоторых школьных округах дети не учатся в мусульманские праздники, но при этом в аудейские или христианские праздники учатся. Вряд ли можно говорить об исламизации в ближайшей перспективе. Но вот в долгосрочной вполне среди иммигрантов могут быть джихадисты, планирующие теракты. Могут быть люди, которые ставят исламский закон, шариат, выше западных правовых норм и будут настаивать на приоритете шариата. Это уже происходит. 3 мая 2015 года в Гарварде, штат Техас, я был одним из спонсоров и организаторов художественной выставки и анимационного конкурса о пророке Мухаммеде. Двое мусульман из Феникса, штат Аризона, устроили на нас нападение. Они специально ехали 8 часов в Техас, чтобы убить нас. Их остановили на парковке. Они совершили ошибку, сразу направив оружие на наших охранников, вместо того, чтобы сначала пройти внутрь. Но те мусульмане, с которыми мы, допустим, общались, вполне себе миролюбивые люди. За 1400 лет истории ислама не было ни единого прецедента, когда мусульмане, пребывающие в ту или иную страну, разделяли бы ее ценности, культуру и мораль. Такого не было никогда. Зато есть множество примеров того, как мусульмане оказываются в немусульманской стране и превращают ее в исламскую. Вспомните Сирию. Это была вполне христианская страна, пока туда не вторглись мусульмане. Но Коран же этому не учит? Каждый, кто внимательно читал Коран и кто вник в учения Мухаммеда, закрепленное в канонических исламских источниках, обнаружит, что в корне ислама лежит религиозное насилие, содержится наказ, воевать с неверными. Этому учит 9 глава Корана, стих 29 и 839. Об этом же говорится и в других стихах Корана. И когда имамы говорят вам о мире, они лишь пытаются замаскировать угрозу. Нет ничего более ложного, чем утверждение, что ислам зиждется на терроризме. Если вы обратитесь к истине, проанализируете реальные причины конфликтов в мусульманских странах, то обнаружите, что воюют там и за экономики и политики, а не за религии. С точки зрения социологии, люди обращаются к религии, когда не могут найти выхода. Неважно, идет ли речь об исламе, иудаизме или христианстве. А вы во время проповедей уделяете этому какое-то внимание? Говорите об интеграции в общество, даете какие-то советы? Мы пытаемся способствовать интеграции. Говорим о поведении в обществе, о социальной свободе, о понимании того, как можно свободно исповедовать ислам, не нарушая при этом свободу других. К мусульманам это относится в большей степени, чем к последователям других религий, поскольку мусульмане слишком зависимы от своих традиций и культуры. И не все прихожане понимают, как одно сочетать с другим. Но это сугубо индивидуальные проблемы, а никак не общеконфессиональные. Конечно, когда мы анализируем иммиграционную волну из стран ислама, нельзя не сказать про русскоязычный район Нью-Йорка Брайтон-Бич, и сюда, и в соседний Кони-Айленд приезжает немало выходцев из бывших союзных республик. И с одной стороны, они, да, мусульмане, но с другой, многие из них говорят на русском, и получается, что для местных они как будто свои. Для Америки в целом эта ситуация довольно нетипичная. Основной терроризм и экстремизм, который мы видели последние годы, он исходил от, это в основном, конечно, исламский экстремизм. На самом деле он присутствует, и здесь в Бруклине аресты, связанные с ИГИЛом мы имели, и, так сказать, к нам приходили эти люди, нам приходилось работать с, так сказать, с семьями экстремистов, которые были арестованы. Но это, во-первых, единичные случаи, во-вторых, я не считаю, что они являются представлением всей иммиграции, которая прибыла. А их вербовали здесь уже, в Америке или там, откуда они приезжали? Ситуация, на самом деле, как ни странно, достаточно аналогична и похожа практически во всех кейсах. Это молодые люди, которые с неудачной семьей, с маленьким достатком, оказывались на каких-то форумах, в которых собирались, так сказать, экстремисты, часто с наркозависимостью, и их склоняли к тому, что будет прекрасная жизнь, поехали в Сирию. Когда я и мои родные эмигрировали в Америку из Сирии, мы с радостью переняли американские ценности и конституционные свободы. Демократия, светский либерализм и западная просвещенность. Именно ради этого мы бежали из Сирии. Я вырос в маленьком городке Висконсине, и мои родители были убеждены в том, что могут исповедовать свою религию более свободно именно в Висконсине, нежели в Сирии, Иране или Саудовской Аравии. Таким образом, можно сказать, что наша версия ислама отличается от видения аль-Каиды и им подобных. Однако проблема в том, что не всегда эмигранты приезжают просто за свободой. Что касается эмигрантов, то некоторые исследования в Европе показывают, от 10 до 15 процентов выходцев из мусульманских стран в той или иной степени симпатизируют ИГИЛ. Конечно, кто-то скажет, что это лишь малая часть от общего числа. Однако, если речь идет о миллионах беженцев, то получается, что тысячи из них — это потенциальные террористы. Когда-то на том берегу в Манхэттене были башни-близнецы. Они дважды становились целью террористов, и оба раза атаки устраивала аль-Каида. В 1993 году в подземном гараже взорвался заминированный грузовик. Погибли шестеро, а 11 сентября 2001 года в башне Всемирного торгового центра влетели угнанные террористами самолеты. Погибли по меньшей мере 2753 человека, в том числе и русскоязычные американцы. Одна из них — Марина Герцберг. У меня даже в мыслях не было, что могло такое случиться, то, что я увидел. Я работал в здании «Мэриот Отель». Наша компания снимала там два этажа. И я пошел на 26 этаж и посмотрел в сторону «Уолл-трейд-центра». Потому что это прямо на… Это с другой стороны Бруклин-бридж. То, что я увидел, и у меня аж, по-моему, кровь остановилась в жилах. Я вообще ходил, как в Замбии. Я вообще не понимал, что происходит. На моих глазах это здание опустилось. Ну, потом было бесконечное ожидание. Ну, а как это повлияло на ваше отношение к мусульманам? Ну, какое может быть отношение к людям, которые убили ребенка? Ну, как можно относиться к ним? Отнесся не доверием ко всем мусульманам, а не с ненавистью тем, кто это сделал. Почему недоверие ко всем? Потому что, если вы помните, тогда в газетах появлялись уже и по телевизору, показывали в новостях. Это были целые столпотворения людей из разных стран, мусульмане. Они ликовали, когда это случилось. И фотографии эти, да, показывали прямо по телевизору. И там женщины были. А ведь в этих зданиях там есть мусульмане тоже. То есть, как можно не разделить чувства матери мусульманки, которая потеряла единственного сына? Это ужасная история, которая как бы разделила нас всех на два полюса. Есть полюс доверия, есть полюс недоверия. Если вы посмотрите за последние 20 лет, сколько было разных актов террористических и подготовка к террористическим актам, которые были не раскрыты службами безопасности, которые были раскрыты службами безопасности, которые были направлены именно просто убить побольше людей. Вот лишь некоторые теракты, совершенные в США исламскими экстремистами после атак на башни-близнецы в Нью-Йорке и взрывов на бостонском марафоне. 2015-й Читануга, штат Теннесси. Американец кувейтского происхождения открыл огонь по призывному пункту. Убиты пятеро. 2019-й Пенсакола, штат Флорида. Саудовский курсант устроил стрельбу на базе военно-морской авиации. Убиты трое. 2015-й Сан-Бернардино, штат Калифорния. Американец пакистанского происхождения и его подруга-пакистанка, по одной из версий жена, убили 14 человек. Женщина, которая расстреляла вечеринку в Сан-Бернардино, она ведь не стала либералом, приехав в Америку. Она ненавидела нас. Так что я не думаю, что мусульманские женщины сразу по прибытии в США становятся свободными. Наоборот, некоторые из этих женщин, потомки уже нескольких поколений мигрантов, становятся фундаменталистками и начинают носить хиджаб. А посмотрите, как выросло число женских обрезаний за последние годы. Наше правительство даже пыталось осудить доктора, вернее, группу докторов, которые занимались обрезанием девочек. Однако до суда дело не дошло, им все сошло с рук. Теперь для мусульман стало проблемой, что все о нас думают, будто мы пытаемся исламизировать Америку, принести сюда свой уклад и заставить всех жить по законам шариата. После терактов 11 сентября отношение к мусульманам в Америке сильно изменилось. Прошло уже 20 лет, и хотя есть некоторые позитивные сдвиги, порой случаются нападения на мечети. Американское общество совсем отторгает мусульман? Хороший вопрос. Исходя из собственного опыта, да, отторгает. Я не могу говорить за всех. Возможно, кто-то так не считает. Но мой ответ – да. Конечно, Америка не единственная страна, которую накрыла волна мусульманской эмиграции. Похожая ситуация сейчас во многих государствах. И, пожалуй, первая из них, которая приходит на ум – это Франция, немало пострадавшая в последние годы от терактов на почве экстремизма. И, конечно, тут надо поговорить о России, о взаимоотношениях мусульманского и немусульманского населения, об экстремизме и о том, имеет ли какое-то отношение к этому экстремизму, собственно, ислам. Ты встречал настоящих экстремистов? Только среди русскоязычных мусульман. Однажды в интернете я познакомился с таким. Хотел попрактиковать мой русский онлайн. А он понес такую ахинею. Так что экстремистов я встречал только в Рунете. То есть они существуют? Да, да. Такие люди были в России. В Дагестане, например. Они говорили о насилии и говорили какие-то экстремистские вещи. Про мусульман и немусульман. Клеймили кого-то неверными. А себя они считали настоящими мусульманами. И типа правда только на их стороне. Пророк Мухаммед призывал не делать этого. Он говорил, что если кто-то называет кого-то неверным, то он сам становится неверным. Эти люди пытались завербовать тебя в какую-нибудь группировку? Нет, это даже не было похоже на какую-то организацию. Просто случайные люди. А возможно ли повторение Шарли Эбдо в России? Да, я думаю, весьма вероятно, по крайней мере, насколько я понимаю. Да, если притеснять свободу людей, не давать им возможности высказать свое мнение, они чувствуют себя чужаками. Как говорил Ясер Арафат, для одного ты террорист, для другого борец за свободу. Когда происходит борьба за свободу, велик соблазн вступить на тропу террора. Многие люди становятся экстремистами. Они не видят возможности решить вопрос мирно. Я, естественно, не поддерживаю такой подход. Но я поддерживаю мусульман, которые борются за свои права, за справедливость. Вот скажи мне, что такое быть геем-мусульманином в Дагестане? У меня не было какой-то большой жизни, открытой в Дагестане. Я знаю, как работает дагестанская полиция. Если ты пойдешь к ним и скажешь, вы знаете, меня побили, а за чего вас побили? Ну, то, что я гей. Ну, дай боже, чтобы над тобой полиция не поиздевалась после этого. У тебя нет прав. Ты не можешь пойти в полицию, если ты живешь в Дагестане, ты гей. То есть как это работает? Кавказские родственники узнают о том, что ты гей. И дальше что происходит? У нас в Дагестане все зависит от семьи. Бывают семьи очень консервативные, очень религиозные, которые могут тебе навредить, могут тебя и сильно побить, и даже могут, ну, некоторые убить. Родственники? Родственники, конечно. Ну, потому что это большой позор для них, что ты гей, это, ну, просто хуже не бывает. То есть Америка тебе дала свободу? Безусловно. Мы приехали сначала с Антоном сюда в 2014 году как туристы, и я сразу понял, что это мой город, что это мой дом, и я здесь перестаю искать себя, я перестаю убегать от себя, и мне здесь свободно и комфортно. И мы переехали сюда через год, в 2015 уже году, и я помню, мы вступили с Антоном в брак, буквально через две недели как прилетели, и когда мы ходили открывать счет в местном банке, и мы предоставляли как один из видов документов свидетельства о браке, и нас поздравляли. Для меня это был такой вот культурный шок, и я такой, блин, может, как, как, и зачем она нас поздравляет с браком, мы же геи. То есть ты приезжаешь из России, у тебя еще вот эта внутренняя гомофобия, она остается. Со временем ты над ней работаешь, ты тоже растешь, развиваешься, становишься свободнее, как повезет. Твоя мама знала, что ты гей? Знает ли, вернее, как она узнала, если узнала? Моя мама знает уже почти 10 лет. Мне очень повезло с мамой, она мне очень любящая и очень мудрая женщина. Она мне сказала, что если твое участие в этом, я не буду против, главное, ну, не афишируй это на каждом углу. Прости, мам, я это сейчас делаю. Я не послушаю твоего совета. Но потому что она бояла за меня, пока я жил в России, что мне могут навредить. Что ислам говорит о геях? Ислам принимает геев? Ислам не принимает геев. У нас есть и хадисы Мухаммеда, исламского пророка, который достаточно четко говорил о том, что геев при шариатском государстве нужно убивать. Если у тебя есть свидетели, если ты можешь это доказать, у тебя должны быть 4 свидетеля, которые застали двух мужчин или двух женщин, занимающихся половым актом. И вот они подлежат там каким-то, либо их закидывают камнями, побьют, но могут даже убить тебя. Для меня, я понял, в какой-то период, быть геем и мусульманином невозможно. Потому что твоя религия прямо говорит, что ты не попадаешь в рай, тебя там Бог не любит, тебя там призывают убивать. По шариату, например, за гомосексуальность грозит тебе смертная казнь. Твоя религия против тебя. Как ты относишься к геям? У меня нет какой-то особой точки зрения. Я имею в виду, это харам? Вопрос, конечно, интересный. Я не мула. Тебе, наверное, лучше спросить кого-то, более сведущего, богословских вопросов. Но, может быть, у тебя есть свое мнение? Да, в общем, нет. Знаешь, я вырос в эпоху борьбы за социальную справедливость. Я верю в гражданские права каждого в этой стране. И я верю, что меньшинства особенно нуждаются в единении, чтобы вместе отстаивать свои гражданские права. Вам тоже показалось, что Марк Рэ немного лукавит и просто уходит от ответа на вопрос? Мы залезли в данные о социсследовании и обнаружили интересную штуку. Оказывается, Марк прав. Борьба за социальную справедливость действительно сильно изменила взгляды американских мусульман. И сегодня аж 52% из них нормально относятся к геям. Почти вдвое больше, чем еще, скажем, в 2007 году. При том, что самих мусульман среди представителей ЛГБТ в США всего лишь 1%. Но тут тоже важно понимать, что это результаты соцопросов и не каждый мусульманин признается социологам, что он гей. Но сам факт поддержки ЛГБТ А? Каково? И, конечно, в глазах самых радикальных мусульман Америка после такого предстает злом, который разрушает все традиции. Я бы к таковым отнес еще и многоженство. Сколько у тебя жен? У меня только одна жена. А если бы тебе было позволено иметь столько жен, сколько ты хочешь? Мне позволено иметь столько жен, сколько разрешит моя жена. А среди твоих братьев по общине нет многоженцев? Да, есть такие. Ну и как они решают этот вопрос с точки зрения закона? Вы знаете, на самом деле, думаю, часто первый брак по закону. И он же будет первым исламским браком. Последующие же браки зачастую нелегальны. Может быть, в таком случае женщина и проходит через процедуру бракосочетания по исламским законам. Но по факту этот брак не имеет юридической силы. И если мужчина собрался разводиться, то у его жены нет никакой возможности получить поддержку в будущем. Но по закону у нее нет никакой защиты. И мужчина знает об этом, держит в уме. В Хамтрамке живет Аманда Жаковский. Она родилась в Америке, родилась в Детройте. Но по происхождению она полячка. Аманда вышла замуж за мусульманина и приняла ислам. Прежде всего, меня шокировали твои увлечения. Я никогда бы не подумал, что мусульманка может быть футбольным фанатом и фанатом «Звездных войн». Как так случилось? Как это вообще возможно? Разумеется, у меня была своя жизнь до того, как я приняла ислам. Я играла в футбол. Сначала за школу, потом за колледж. И как раз в колледже я заинтересовалась исламом. Я выросла в католической семье, как и большинство поляков. Однако эта вера не очень подходила мне. Поэтому я начала искать что-то другое, более близкое. Попав в колледж, я много играла в футбол с парнями из Саудовской Аравии. Обычно мы сидели вместе, смотрели телевизор, общались. И в какой-то момент они выключали телевизор, потому что наступало время молитвы. Все начинали совершать намаз, и я подумала, блин, а прикольно ведь. Меня заинтересовало, что жизнь некоторых людей не вертится вокруг только там телевизора, школы, работы, а есть что-то выше этого. Как вы познакомились с мужем? На самом деле все прозаично. Мы познакомились в Тиндере. Да, мы оба искали кого-то в Тиндере. Я зарегистрировалась там просто, чтобы найти друзей. И я реально нашла там друзей. Потом подумала, окей, теперь надо бы кого-нибудь найти для романтических отношений. Но и мой муж примерно тем же занимался. У нас зеркальная история получилась. Листали фотографии друг друга в приложении и увидели одну из фоток. Я подумала, с ним может что-то получиться. Надо проверить. То есть мусульманам можно пользоваться Тиндером? Все зависит от того, кого вы спросите. И вообще отношения – это спорная тема в исламе. Что сказали твои родители, когда узнали, что ты решила принять ислам? Им это совсем не понравилось. Мама плакала, а отец до сих пор переживает. Это даже тяжелее мамы. Они точно не одобряют мое решение. И, конечно, хиджаб не упрощает их восприятие. Они не согласны с моим решением с религиозной точки зрения, но мы общаемся и не разорвали отношения. Я считаю, мне повезло. От многих девушек, принявших ислам, родители попросту отказываются. Я тебя не могу не спросить. Кто главный в вашей семье? Я. Где ты обычно находишься на трибуне во время матчей? Это вот моя зона. Люди приходят на игру и знают, здесь буду я. Фанатам нравится, когда я в роли заводящего. Им нравится мой характер. Вот тут они обычно сидят. Человек семь. Там двое. Вон там еще один человек стоит в районе мусорного бака. Еще один посередине, он направляет всех. Вон там, где все красное, у нас барабаны. Да, вот здесь. На другой стороне все то же самое. Там четыре человека, и мы сигнализируем друг другу, какая кричалка следующая. В общем, пытаемся, чтобы все слаженно работало. Некоторые приезжают сюда в надежде стать американцами, жить как американцы, разделять западные ценности и не создавать никому проблем. Но есть и другие. Они несут с собой законы ислама, потому что ислам вознаграждает тех, кто эмигрирует во имя Аллаха. Глава 4 стих 100 Корана оговаривает, что Аллах выше закона для тех, кто покидает родину, чтобы нести ислам на новые земли. Если говорить о долгосрочной перспективе, я приведу вам в пример Турцию. Она когда-то была христианской. Потом туда пришел ислам и закрепился там на века. В конце концов, христиан в Турции практически перебили. Сирия когда-то была христианской страной. То же самое Ирак. Пакистан был индусским. То есть ислам все время расширяет свою власть. Как ты думаешь, Америка изменит мусульман или мусульмане изменят Америку? Мусульмане никогда не изменят Америку, так же, как и Америка не изменит мусульман. Знаешь, как говорят, что люди тут американизируются. Вот я, допустим, съездил на родину в Йемен. Там на меня смотрели, как на голливудскую звезду. Меня уже не воспринимали как своего. Это безумие. Я обычный человек, а они видят во мне богатую знаменитость. Они думают, а, он из Америки, значит, он лучше нас. Они считают, что мы и сами о себе такого мнения. Но это неправда. Для чего я привел такой пример? Чтобы показать, что я уже отличаюсь от йеменцев. Мы из одной страны. Но я уже не могу сказать, что я такой же, как они. Да, у нас одно происхождение, одна религия. Но мы росли в разных странах. Я, скорее всего, ближе к любому афроамериканцу или поляку. Потому что мы вместе выросли в хам-трамке. Я думаю, американские мусульмане могут быть ассимилированы и будут ассимилированы в том случае, если они смогут развить в себе любовь, страстное отношение к собственной национальной идентичности. Но основанное на готовности умереть за Конституцию США, умереть, защищая Америку. А если они верят в какую-то идеальную страну, которая управляется по законам ислама, верят в то, что Конституция должна быть основана на Коране, то они не ассимилируются, а, напротив, станут угрозой для американского государства. Говоря по правде, термин «исламизация Америки» вызывает у меня смех. Это глупо, ты вообще о чем? Мусульман тут так мало. Они ничего не решают и ни на что не влияют. Америка изначально белая, причем укравшая земли у коренных народов. Вот они и есть настоящие американцы. Америка изменит мусульман, потому что, ну, американцев здесь больше, и Америка не находится к мусульманам так же близко, как находится Европа, поэтому им физически сложно приезжать сюда в таких количествах. Если мусульмане приехали в страну, где только 3 миллиона, допустим, а их приехал миллион, вот, ну, через 10 лет там начнутся большие проблемы, потому что они не ассимилируются, общество не сможет их ассимилировать. В Америке, к счастью, общество еще может тебя обработать, как бы это грубо ни звучало, и сделать тебя американцем. Твоих детей, как минимум. Когда мусульман становится большинство или, как минимум, их половина, уже тогда, ну, кто кого будет ассимилировать. Если завтра их становится половина или большинство, они начинают там в своих районах проводить там, а вот там у нас полушариатские законы, а у нас нельзя там ходить девушкам полуголыми, там, не знаю, а геем это быть неправильно. То есть вот это то, что сейчас частично происходит в Европе, насколько я понимаю. Когда вот мусульман много, у них уже есть своя какая-то власть, и они уже начинают потихоньку вот корректировать стиль жизни своих же людей. Мы говорим о первом, да, поколении мигрантов. Для них это очень важно, они будут вот жить, держаться друг за другом, но в итоге, рано или поздно, они ассимилируются, их дети ассимилируются. Очень много случаев, когда девушка выходит из дома в хиджабе, здесь в Америке, а приходит школа, она его полностью снимает, потому что, ну, она во все это не верит, это вот родители ее заставляют. То есть мы опять приходим к тому, что со второго и третьего поколения люди, даже воспитанные в мусульманской семье, они становятся уже более американизированы? Абсолютно. Так называемая исламизация Америки, или я бы даже в шутку сказал, ползучий шариат, это такая тактика запугивания, страшилка для людей, которые и так уже напуганы. Допустим, напуганной ситуации в экономике, и таким людям очень легко придумать врага, на которого можно списать все проблемы. И сегодня мусульмане для таких людей кажутся врагами. Означает ли это, что мусульмане представляют реальную угрозу? Вот штат Теннесси, например, принял закон, запрещающий нормы шариата. Конечно, они преувеличили страхи, и никакой угрозы нет. Угроза после таких законов возникает для мусульман, потому что вскоре после антишариатских мер в Теннесси, в городе Мерфисборо, подожгли мечеть. Это общая проблема для всего мира, для Европы и России в том числе. Проблема, как ужиться с людьми, которые думают по-другому, ассимилируют ли одни других. Кто-то скажет «да», кто-то «нет». То, что я вижу здесь, в Хамтрамке, многие мусульмане, даже при всей своей строгости, консерватизме и приверженности исламу, любят окружающих. У них много друзей, они перенимают американские привычки, иногда в том числе и вредные. Я бы сказал, исламизация в Америке хоть и возможна, но маловероятна, потому что тут нет для этого условий. Вот на Ближнем Востоке они есть, это нищета и слабые политические институты, плюс вечная тяга к тирании. А как только власть диктатора ослабевает, государство тут же становится исламским. Очень сложно представить что-либо подобное однажды в Америке с ее гражданским обществом, культом законов, свободой слова, да и вообще свободой при всем несовершенстве нынешних США. Мой личный вывод, основанный на личном опыте, американские мусульмане не такие, как в Ливии, Сирии или Египте. Они тут даже, несмотря на весь свой увесистый культурный багаж, меняются под влиянием американского образа жизни. Тоже, кстати, своего рода религии со всей сопутствующей приятной мифологии. Опять же, многих этот образ жизни сюда и манил. Если отвечать на вопрос, что такое исламизация по-американски, я думаю, что это свобода быть тем, кем ты хочешь. С оговорочкой в рамках священной, раз уж мы апеллируем к религии, конституции. Субтитры создавал DimaTorzok